Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире турнир поэтов на Первом литературном телевидении. Его ведущий Евгений Сулис. Я спешу представить наших сегодняшних поэтов. Игорь Гонахов. Родился в Подмосковном Ногинске и живет в Москве. Окончил Московский областной педагогический институт имени Крупской по специальности преподавателя русского языка и литературы. Публиковался в литературных журналах «День и ночь», «Двина», «Южное сияние», «Мегалитм», «Млечный путь» и других. Лауреат Национальной литературной премии «Поэт года». Победитель 8-го международного поэтического конкурса «45-й калибр». Представлен членом художественного совета Александром Спарбером. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Елена Толеника. Родилась в Чебоксарах, живет в Москве. Окончила химический факультет Чувашского государственного университета имени Ульянова. Работала заведующей химической лабораторией. Стихи публиковались в коллективных сборниках и альманахах. Автор 13 книг и стихов. Лауреат литературной премии имени Сергея Есенина «Русь моя». Победитель международного литературного конкурса «Москва-Нью-Йорк». Победитель конкурса «Слово к русскому народу». Представлен членом художественного совета Юрием Семецким. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Ну, Юрий Семецкий нам всегда очень хороших поэтов советует. А Александр Спарбер в свое время был победителем. Поэтому невозможно это принесет вам, Игорь, удачу. Скажите, вы, Игорь, по специальности преподаватель русского языка и литературы. Вы работали преподавателем? Нет. Я на практике был преподавателем. А потом я же родился в Ногинске. Сейчас живу в Москве. И в Ногинске я проработал, вот как пришел после окончания вуза, я проработал на радио Ногинском. Ну, место там как-то появилось, и, в общем-то, просто так совпало. Работали там кем? Корреспондент. Корреспондент, да. Ну, видите, мы начали. Части с вами коллеги. Елена, вы автор 13 книг-стихов. Есть такое. Вы в 2010 году пришли на «Стихи.ру», и, собственно, с этого как-то началось ваше продвижение как поэта. Именно с этого момента. И, собственно, это 13 книг за эти вот 12 лет. За эти 12 лет 13 полновесных книг объемных. Как вы это успеваете? Ну, это называется «Натура и страсть». Страсть к творчеству и к самовыражению. Потому что я долго дремала, и вот, наконец, когда появилась площадка, меня прорвало. То есть, как Илья Муромец. Ну, да. Копили силы и увидели. Да, именно так это и было. 13 книг, конечно, это серьезно. Игорь, ну, сколько книг у вас? Три, пожалуй. Три. Но у меня одна совместная, ее можно не считать. Но все равно. Вот. Вторая моя уже полноценная. И вот последняя сейчас. Ну, вот так, да. То есть, а вообще много пишете? Не очень. Сейчас раньше больше. Сейчас как-то... Сейчас больше качества. Мне кажется. По крайней мере, надеюсь. Елена, а вы, судя по 13 книгам, пишете много. Я постоянно. Интересно, интересно. В процессе. Игорь, вы увлекаетесь классическим кинематографом и вообще хорошим кино. В этом смысле у нас близкие пристрастия. Ну, и что из классического кинематографа вы предпочитаете? Кто у вас фаворит? Ну, еще будучи студентом, я ходил в Ульзен, в кинотеатр. И там, да я, не знаю, влюбился в неореализм. Вот. Феллини, Антониони, Позолини. Ну, а кто меня... Как ни странно, Позолини, пожалуй. Да? Интересно, интересно. Ну, ранние, естественно, вещи, когда еще, как бы, скажем так, не было той чернухи в душе, вот ранние вещи, Мама Рома, да, почему-то они меня очень так окотовно задели очень сильно. Да, замечательно. Я как раз вот пересматривал Маму Рома не так давно и тоже, да, поразился, насколько это чистое кино. Я вообще тоже очень люблю неореализм и иллюзион был мой родной кинотеатр. Ну, еще музей кино. А из последнего что-то хорошее смотрели? Что вам прям запало и можете рекомендовать? Из последнего? Сейчас надо подумать. Из последнего. Вы знаете, Германа. «Двадцать дней после войны», по-моему, так называется. «Двадцать дней без войны». «Двадцать дней без войны», да, извиняюсь. Понравился фильм. Не знаю, вроде обычно, ну, скажем так, такое кино, наверное, не смотрю, но здесь как-то, ну, тяжелое, я имею в виду. Про войну. Не то, что не смотрю, а как-то не заходит. А вот этот фильм понравился, действительно. Ну, не самый свежий фильм, а вот из новинок что-то такое. Или вы вот именно по такому? Нет, почему? Я новинки смотрю, но с новинками как-то сложнее. Вот. Из американских фильмов я даже не знаю что-то. Ну, блокбастер иногда смотришь. Корейские фильмы, кстати. А, да. Ну, там тоже не новинки. Вот сейчас, скорее, довольно интересные фильмы выпускают. Да, это такая сейчас свежесть. Елена, а вы как к кинематографу относитесь? Ну, положите. Есть любимые режиссеры? Да, список Игорем перечисленный, конечно же. И я, и мама Ромы, да, и Анманьяни великолепные. Ну, и свои режиссеры, безусловно. Российские, Кочеловский, мои мэтры, Гиды Михалков. И эти фильмы я очень люблю. Здорово, здорово. Скажите, вот у вас хобби, творчество дизайнера, коллекционирование и реставрация. Что коллекционируете? Коллекционирую елочные игрушки. Да, я такой серьезный коллекционер елочной игрушки и серьезный реставратор. А реставрируете что? Коллекционирую сами игрушки, да. Казалось бы, разбитая елочная игрушка, она должна лететь в мусорное ведро. А я умудряюсь ее реставрировать. Такую очень тонкую, очень хрупкую вещь. Мне жалко выкидывать эти вещи, красоту, которая принадлежала когда-то времени нашему детству, детству наших родителей. Ну, в общем, я этим очень сильно увлечена, очень сильно больна, у меня их много. И я хотела бы их вообще в дар отдать какому-нибудь музею, как бы в вечное пользование, чтобы вот эта моя коллекция, она продолжала жить. Вы знаете, можно, недавно было в гостях у своей знакомой, ну, не то, что недавно, но вот был в гостях у своей знакомой, как раз к Рождеству, Татьяна Комиссарова. Она, по-моему, была уже здесь, да, нет? Возможно сейчас, или может не на ней. У нее старые игрушки наши на елке висели. И это удивительно. Не то, что она собирает, просто остались. И я посмотрел, это удивительно. Соленый огурчик. Да, 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 молосольный. Молосольный тоже. Космонавт, домик. Я вспомнил детство. Причем они так сохранились. Ну, у меня эти игрушки, если уж мы о ней говорим, по коробкам. Космонавт не один, а времен. И одежда разная, и по годам. Фантастика. И огурчики тоже все моносольные, соленые, и свежие, и пупырчатые, и даже, может быть, по наименованиям сельскохозяйственным. Ну, прекрасно. Я тоже очень нежно отношусь к елочным игрушкам. Зачем всегда в детстве обязательно ставилась большая елка живая. И мы всей семьей наряжали. Это, конечно, такой прям был ритуал. Ну, что же. Сейчас мы уже перейдем к жребию. И во время главного чтения стихов к нам присоединится критика Елена Пестерева. Но перед этим я предлагаю вам, может быть, наших зрителей настроить на ваши стихи. То есть что-то сказать о том, что их ждет. Может быть, на какую-то волну их настроить. Ну, вот как-то предварить чтение стихов. Игорь, вот вы бы что сказали нашим зрителям? Ну, у меня в основном сегодня подборка. Это пейзажно-философская лирика. Я постарался выбрать красивые стихи с запоминающимися образами. Кое-где с грустинкой, кое-где с радостью определенной, солнечной радостью. Ироничные есть. Вот так. Елена, вы бы как настроили наших зрителей? Я бы сказала, что мои стихи — это такой философский импрессионизм. И сегодня я не стала делать подборку из лирики гражданской по известным причинам. А взяла исключительно любовную. Хотя я ее никогда не читаю со сцены. То есть у меня на нее табу. Я никогда не читаю любовные лирики. А вот сегодня такой эксклюзив, вероятно, который больше никогда не повторится. Вот так, друзья мои. Ну что же, мне уже не терпится слышать ваши стихи. Ну что же, Елене, да, предложим вытянуть. То, что ко мне ближе. Так. Первое. Ага. Ну что же, Елена Толеника начинает сегодняшний турнир поэтов на Первом литературном телевидении. А к нам присоединится во время чтения стихов критик Елена Пестерева. Прочитай мои сны Прочитай мои сны В дневниках подростковой любви Очевидная тяга главной тайны скрывается в знаках Семь фонарных столбов Как минора, который рови Самым лучшим из масел наполняет горелки пейсаха Под одним трудно ждать На кронштейнах витых циферблат Стрелки делают круг с неизменной гримасой сарказма До второго столба расстояния вымерял сад Все скамейки пусты И во входе бродягам отказано Свет колодец сны третьего Характерен для долгого сна Литеральный гипноз Объявление о ком-то пропавшем Не дойдя до четвертого Понимая, что снова весна А промокшие ноги Гарантируют насморк И кашель Прочитай мои сны Приглушенный иодирован свет Держит пятый фонарь В поле зрения кромку бордюра За его постоянством Даже малой влюбленности нет Это скованность шеи И столба не любовь к авантюрам Я дошла до шестого По наитию Выверив шаг Не разбит метким камнем Лампой цел Но фонарно не светит Полноценной внешней малой мощью И люди грешат Актуальность седьмого Никому не нужна На рассвете Потому что ближе Жил-был Твой снайпер За моим углом Что нелюдим был Говорить излишне Копил из вишни Вынутой иглой Для дела косточки Жмя в коморке Нижней Он не имел в ней Даже очага Не замечая этого Исправно платил За свет и газ В двух долях равных Но зажигал фитиль У ночника Казались стекла Глянцем витражей Когда соседи Снизу засыпали В быту под палех Иногда под гжель А иногда Под старый быт Италии С минимализмом Плотяных шкафов Многообразием Сковород кухонных И рехонных Жен Брань Им Как фон Мужчинам В иерархии Верховной Из коза Ностры Снайпер Чистил ствол И заряжал Кривясь улыбкой Нервный Был суверным Выбирал число Между последним Выстрелом И первым Он исключил Из списка Четверги Готовым убивать Однажды Вышел Мог лечь На крыше Как и все Стрелки Но Стал У сердца Потому что Ближе Я в тебя ухожу Не в себя Я в тебя ухожу И не тянет назад Словно степень родства Безусловно Сделалась лишней Голос разума Тих Расстояние Растет На глазах Новоявленный Псих Реинкарнирую Больно В мальчишку С доминантой Таланта Над изяществом Гендерных форм Над партикулой Дат Возрастных изменений И прочим Одержимой любовью Ухожу От приличия Норм И в тебя Ухожу По камням Волевых Многоточий Озираюсь А где я? Оказавшись Тобою В толпе Многолюдие Людское Резонирует В пазухах Носа Воздух Чужд Как зверенку Чьей-то воле Попавшему В плен От молочного Брюха И от леса В котором Подрос Он Развиваю Инстинкты В старой памяти Только флажки На веревках Событий Заходить Понятием Всечасным Мне Мне не нужно Условий Я в тебя Ухожу Так давно Как возможно Представить Измененным Любовью Сознанием До глуби Мироздания Опускаясь На самое Дно Я в тебя Ухожу Так Как будто Дороги Не знаю Пушкину Под ритм Териба А знаешь Когда-то мы все Континентом Черным Зачаты были Неотличимы Даже белками Глаз Шесть Миллионов Лет И пять Столетий Время Дождиной Малой С кожи Пигмент Смывало И снегом С вершины Ронгай Стирало До нежноподобия Одной Из раз Ей Нежить Кровину Из той Пуповины Что грызли Зубами Камнями Рвали Под небом Сгорающим Триста Раз До первого Ливня Над озером Чад Солнц Чад Упавшая На ночь Освобождается В Мариве За этим Светилом Смотрю Сейчас Родством Упоенная С тобой И Марли Как Горло Имея Восторг Испытав Молчать Мне Ритм Тело Гибкость Точеный Эбен Бедра Невольничьи Плетью По всем Позвонкам Так Воле Смотри Я пою Я танцую Экстазную Ною Лянная Юбка Не вровень И вольный Зачин Ветра Тебе Соплеменно Я Шесть Миллионов Раз Сменившая Позу В зачатии Мира Пусть Катится К черту Все Что разделило Нас Застенчивой Самкой Из первой Семьи Гориллы А знаешь Когда-то мы все Выбрали Этот ритм Он там Он внутри Сердечным Сырьем Елозит Нанизанный Нежно На остовы Стрел И пик На генную Память Австралопитеков Поздних Мне Пропасть В ту Эру Забавой Одной Из ста Я помню Я Чувствую Как изменялось Гримом Как черные Свили Соломенным Локоном Став Ослабили Хватку Родство Навсегда Отринув Но Солнце Блеснувшим Зрачком Выжигает Пульс А мне Без него Не дышать Не срываться В самое Себя Самое От восторга Отвлечь Боюсь Когда опускается Огненным Шаром Там За морем Срываясь За музыкой Смывает Ярчайший Грим Опробовав Пропасть На всю Глубину Планеты Второго Дыхания Нет И не будет Внутри Без ритмов Терива В моих Африканских Недрах Елена Толеника В программе Турнир поэтов На первом Литературном телевидении К нам присоединилась Елена Пестерова Литературный Театральный Критик Литература Вет Культурный Обозреватель Поэт Переводчик Окончила МБУ Имени Ломоносова Литературный Институт Имени Горького И аспирантуру На кафедре Новейшей Литературы В Литинституте Статьи и Рецензии Публиковались В переводике В том числе В журналах Вопрос литературы Знамя Октябрь Новая юность Хомо Легенс Газете НГЭкс Либрис Лауреат премии Журнала Октябрь Здравствуйте, Лена Здравствуйте Здравствуйте У нас две Елены Прекрасных И сейчас мы перейдем К обсуждению Подборки Елены Толеника Лена, что скажете? Такое Вы знаете Такое у меня было Какое-то удивление От Маяковских Рифмов В последнем Стихотворении Наверное Такое Неожиданно Было для меня Очень Потому что Оно вроде бы Адресовано Пушкину И вообще Какому-то Африканскому Прошлому А способ Собирания Рифмы Я Извините Что я так С последнего Стихотворения Начала Но это Какая-то такая Большая Яркая Для меня Мысль В зачатии Мира Горилловой В общем Очень характерный Для него Прием Рифмования Вообще Мне нравится Задача Похожая Насколько я понимаю Как вы ее ставите Делать стихотворение Одновременно Как любовное И как нелюбовное Она интересная Чтобы это было Как бы про любовь Но не совсем Как бы про любовь И про все остальное Тоже А это Любопытный Подход Ну Как бы Можно Не исследовать ему Но сама по себе Задача такая Интересная Вот Если мы возьмем Скажем Первое стихотворение Она мне понравилась Честно говоря Больше всего В подборке Вот с этими Фонарями Прочитай мои сны Оно у вас называется Там есть Совсем Отличная Страфа Которая Нам Создает Послание Стихотворение Семь фонарных Столбов Как миноров Которые Рави Самым лучшим Из масел Наполняет Горелки Песаха Это Очень красивый Образ И Двигаться Потом По этим фонарям Можно В любую сторону Как будто бы Вы такой Знаете Делаете Конспект Романа Или что-то Что-то в этом духе Потому что Вот эти Эти фонари Они могут быть Частями чего угодно Музыкального Произведения Всей жизни Десятилетиями Как человеческой Жизни Это такая Большая И прекрасная Метафора С неизбежной Гримасой Сарказма Вы Когда вслух Читали Сказали С неизменной И это мягче По звуку И Мне показалось Что точнее По смыслу Поэтому подумайте Подумайте Может быть Вы захотите Заменить На неизменной А видимо Это подсознание Сказало Выношенное Подсознание Оно бывает Право Мне не очень Понравилась Инверсия Это скованность Шеи И столба Нелюбовь К авантюрам Но я и вообще Не поклонница Инверсии В отличие от вас Потому что У вас они Частые Другое дело Что обычно Они у вас Какие-то Понятные И логичные И простые Легкие Для стихотворения А это Довольно Тяжеловесное Для поэтического Текста Столба Нелюбовь Столба К авантюрам Такое Что-то Это Стоит Как столб И вот Из этого Все Родилось Человек Который Не проявляет Себя Никак Тут же У меня Предполагаются Люди Как бы Это движение От любви Которая Не состоялась В поиску Каких-то Взаимоотношений И Шесть человек Которые Существуют На пути Такая Сложилась История Ну Это Про то Что Мы с вами Обсудили В самом начале Про романтическую Линию Которая Может быть Понята Как Угодно Актуальность Седьмого Никому Не нужна На Рассвете Я понимаю Что Потому что Уже и так Светло И без этого Фонарного Света Но это Означает Что Седьмой Столб Не актуален И тогда Не очень понятно Почему здесь Слово Актуальность Использовано Я тут Имела в виду Несколько иное Когда Забывают Выключать Фонари И они Остаются Как бы Гореть На рассвете То она Совершенно Актуальность Не нужна Никому Нет В этом Надо бы И нужды Чтобы свет Горел Так же И человек Который Слишком Сильно Компенсировал И не проявил А потом Вдруг Он просыпается То это Бессмысленно Но это Ведь означает Что это Не актуально Ну Да Но вы Используете Слово Актуальность Седьмого Если вот Работоспособность Это горение Седьмого Никому Не нужно Ну Я не буду Это отставить Я над этим Подумаю Потому что Все-таки Возможно Да Вот Я уже сейчас Даже Это вижу Что нужно Это слово Заменить Может быть Потому что Ближе Жил Был Твой Снайпер Кончается Первая Строфа Живя В коморке Нижный Я бы Ушла От Повтора Жил Живя И Ушла Во втором Случае Вынутые Иглой Для дела Косточки Вот он Их копил Не знаю Живя Мне кажется Легко Заменяется На Любое Другое Состояние Сидя В коморке Нижней Да Ж Слишком Яркий Звонкий Слог Который При Повторении Это Не слишком Выграшно Звучит Подумаю У нас Сговорчивая Да Я готова Слушать И В принципе На удивление Очень красивый Фрагмент Казались стекла Глянцем Ветражей Когда соседи Сверху Засыпали В быту Подпали Иногда Подгжель И никогда Под старый Быт Италии Хотя Вообще Мы уже Переехали В Италию Я по крайней мере Своим читательским Сознанием Переехала Что там Не замечая Что даже Очага Что там Ничего нет У меня Уже Началась Такая итальянская История Про Папу Карло Я в тебя Ухожу Я понимаю Это эмоциональное Движение Так будто Самоотречение Переселение Своего сознания Целиком В другого человека Так чтобы Буквально Чувствовать То место Где он Находится Эти запахи С которыми Он сталкивается И Переживать Чужое тело Своё Таким Ну Глубоко Эмпатическим Способом Но В этом Стихотворении Что меня Немножко Останавливает Что я Плохо Вижу Этого человека Хотя мне Дана Бритость Башки И Шрамы И Какие-то Ещё Детали Этого героя Это на мне Бритость Башки И шрамы На нём Вообще Ничего Нет То есть Это Такой Как бы Процесс Постижения Человека Который В общем-то Даже Наверное И этого Не достоин А вот Все Что происходит Со мной Это Как раз Самоотречение И Такое Как бы Выразиться Много затрачено Внутренней энергии Для того Чтобы Этого человека Понять Постичь Жить его жизнью И так далее И так далее Ну вот Как Так Почему Вы нам Его не Показываете Совсем Этого Человека В которого Лирическая Героиня Переехала История Завершилась И она С нулевым Результатом И человек Занулен То есть Он вообще Как бы Никто И Он малоинтересен Лично Для меня Ну и потом Раскрывается В процессе Отношений Так Как будто Это действительно Такое Зануление Я не уверена Такое У меня Есть Маленькое Сомнение Может быть Процентов 20 Может быть Текст Выиграл бы Если бы Сам этот Человек Был чуть Чуть Явственней Может быть Если бы Его Нулевость Была Хотя бы Более Явственной Ну да Ну или Пустота Или Его Вот это Эффект Отсутствия Его в тексте Интересно Как будто Ну Недостаточно Это Потрогать Не получается А другой Сын Каждый Может туда Посмотреть И своего Подставить Там Должна Быть Такая Дырочка Куда Подставить Нет Ну Цель Была Наверное Все-таки Показать Свои Переживания В большей Степени Вот прям Так Их Обнажить 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 Вас Очень Видно Лирическую Героиню Видно И понятно Что это Очень Интимные Стихи Это Понятно Это удается Вполне Пушкину Под ритмы Териба Ну Про Маяковские Ритмы Ритмы Я сказала Чуть-чуть Да Совсем Немножко Ну Маяковский Буз Габарабан Это Ритмы Териба Они Как бы А вот Получилось То что Обращение К Пушкину Поскольку Он все-таки Выходит Из Эфиобио И Маяковский Потому что Ритмы Ритмические Вот это Задача Ритмов Териба Это же Барабанные Центральная Африка Восточная Африка Это вот эти вот Ритмы Барабанные Очень четкие Ритмические Стихотворения Не могло быть Другим Оно должно было быть Вот Там ритм должен был Читаться Ну Родился такой ритм И такие еще Ну Тоже аллюзии На позднюю цвета Разрывы строчек Восклицательные знаки Такой Как это Немножко Ну как это Узнаваемые Экзальтированные Интонации Цветаевские То, что здесь Ловится И Я не знаю Вкладывали ли вы Это Но это И есть Ну Цветаевы не вкладывали Ладно Но есть еще Такой Животный Эротизм Этого текста Африка Продиктовала Сама Идеи Африки Этих ритмов Когда В лианных юбках Девушки выходят в круг И мужчины Обнаженные Лоснящиеся от пота Чела И так далее Поэтому Там неизбежно Это не техническое Стихотворение Я его Технически не выстраивала А ну Я вообще-то Человек такой Который пишет Ну я уже сказала Я здесь произнесла Слово страстность Но это во мне есть И я вот так вот Если То Тут все Сразу взрывно А потом я уже Вот вы мне Что-то заметили Я подумаю Потому что Это же не для меня Только стихи Но они все равно В конце концов Останутся Кому-то будут Может быть интересно И если это Замечается Режет глаз Тут конечно Надо выработать А вы так вот Как-то выплескиваете И потом почти Не переделываете Ничего Нет Я тоже Вот так рождается Тринадцать книг Ну и тут невозможно Не вспомнить Хотим-не хотим А Гумилев Все равно вспоминается Ну потому что Если у Зрача Ну да Ну да Безусловно Спасибо Спасибо Как-то я не сказала бы Сама Но это несомненно Лианная юбка Не вровень Прицеплюсь к слову Не вровень Я понимаю Что она такая Вот Эти лианы Да листья эти Но все-таки Слово вровень Означает Что что-то Вровень с чем-то А это юбка С неровным краем Поэтому вот Подержите чуть-чуть Это слово Может быть оно Что-нибудь с ним Может быть Я правда Все ваши замечания Я их все-таки Это в копилочку Нет Не в копилочку Я над стихами поработаю То есть я вот эти места Все изменю И найду достойные Думы замены Прекрасные Спасибо вам За эти замечания Потому что все-таки Действительно Профессионал И приятно Что Вы и оценили И нашли места Какие-то На которые надо поработать Ну Все это полезно для меня Спасибо большое Было бы чаще Было бы лучше На такое общение А Милену уже надо Под семинар Вести Ой Политически Ну может быть Не знаю В общем на самом деле Можно подумать Только знакомых Уже их открыла Эти семинары И ведут Что Даже какой-то успех И поскольку Часто автор говорит Что так было мало времени Что хочется еще Я бы на ваши семинары Походила Подумайте Правда Потому что у меня нет Литературного образования Этот пробел Я в себе чувствую И я понимала Что все гладко Не пройдет Одно дело Натура Страстность И так далее Другое дело Все-таки Техническая сторона То есть профессионализм И вот Какие-то места Вы их увидели Я думаю Что у вас должна быть Большая начитанность А она влияет Очень сильно Даже Она компенсирует Дефицит Какое самообразование За счет этого Потому что в целом Литературное образование Это высокая степень Начинности Это да Согласна Оно и есть Одно дело Что мы это делаем С педагогом Который нас ведет По всей истории литературы Или как-то хаотично Читаем сами И так Сквозь дебри Формируем вкус Вот так, друзья мои Так что даже Если у вас нет Специального Литературного образования Причем Можно найти Какой-нибудь семинар А во-вторых Читаем Читаем Как можно больше Спасибо большое Елена Ну Если что-то Какое-то По скриптум Добавить Спросить Сейчас самое время Это сделать Ну нет Все в принципе Исчерпывающе Кроме комплимента Что бы приятно Было пообщаться Потому что Конечно же Я переживала И критик Это критик Ну Как бы ты злодей Вот А тут я Полное Взаимопонимание Встретила В вашем лице И мы с вами На одной волне Это мне приятно Я не вижу смысла В злодействии Честно Вы Никакой Ну поход Критику Да Это как зубному врачу Это такое приглашение На казнь Это надо Для шафот Зайти А там уж как будет Может быть Помилуют в последний момент А может голову отрубят Все может быть Но сегодня Все Все На ранних этапах турниров Пайтов У нас Были критики К которым Как бы Лучше было не попадаться Да Елена знаете Бывает тоже очень Да Бескомпромиссно Значит Мне повезло Был какой-то раз Когда Я много раз Пришлось повторить Нет Это плохо А может быть Все-таки Нет Плохо Так что Вы не думайте Ну значит Просто мне повезло И действительно Мы совпали Это приятно Спасибо Спасибо вам Ну что же Елена Толеника В программе Турнир поэтов А мы приглашаем На нашу сцену Игоря Гонахова Пять В шлемах Прозрачно-молочных Средь комаринок Засад Пять одуванчиков Точно Инопланетный Десант Лук Мотыльковое чудо Острое Тонкое Стать Хоть и домой Но отсюда Так нелегко Улетать Странные Тихо Землянам Пятеро Эти Они Словно Фужеры С туманом Словно Прощальные Дни В сумерках Неторопливо Белым Просело Вусь О! Стрепенулась Крапива Телепор Телепортировались Семидесятый Двор В пятиэтажках Звали Люська Люська Задорно Гулка Звали Люська Выйдешь А город В мае Как Живая люстра Советский Лайнер Межпланетный Китиш Не фальши И не пошлого Комизма Из лампочек Звезда Над проходною Вы скажете Ну прям При коммунизме Нет В детстве Даже странно Что со мною Июль Вьюн упорно К небу вьется Что печалило Прошло Утро Пригревает солнце Вот и жужелки Тепло Что такое Быть счастливым Жизнь нечасто Но добра Где испорченные сливы Там пирует Мошкара Над дорогой Сомрак тает Чуть еще Осталась Грусть Мошкаре Спокойней В стае Кто отстал Тех съели Хрусть Даже шорохов Не слышно Разве только В свой закут Муравьи Сухую мышку Вдоль оврага Сволокут Мирно все Один Без меры Растрезвонился Сверчок Он конечно Самый первый На деревне Дурачок Знал бы Как жестоки Люди Отсиделся бы Молчком А теперь Гадай Что будет С бедолагою Сверчком Овечьи носки Сидишь у теплой батареи Так же час Что идиотов Тьма на свете Снежинок меньше В сотни раз Что ум Не обещает счастья Что счастья Редко кто найдет А кто найдет По большей части Обычный Бывший Идиот И убегут Сомнений Тролли И жизнь Как прежде Дорога Лишь От овечьей шерсти Что ли Немного Чешется Нога Почти Вся жизнь Вот и Прошло Успение Все Утомились Вроде Бабочки И растения Бабушка В огороде Завтра Варить Китайку Не в Проворот Всякой Всячины Левой Руке Не хозяйка Ноги Едва Ходячие Помнит С тарзанки Прыгала Нынче С трудом По лестнице Кошке Устроит Выговор Охнет И перекрестится Помнит Бегом По лужам Школа Любовь Записки Как приходила На службу Чтобы успеть На исповедь Сливы Лежат У помянника Запах Ласкает Ноздри Чуточку Дымом Тянет Осень Тепло Не поздно Кошка Глядит Неслушно В небо Где кошки Не водятся Нужно ей Очень Нужно ей На руки К Богородице Игорь Гонахов В программе Турнир поэтов На первом Литературном телевидении Елена Пестева У нас сегодня Критик Елена, что скажете Про подборку Игоря Мне кажется Невероятно Обаятельное Стихотворение Очень обаятельная Подборка И с каким-то Диким количеством Нежности В ней И очень Контрастно На фигуре Самого Игоря Гонахова Такой огромный И такой брутальный И такие Нежные Стихи И это как-то Я не очень понимаю Как вы совмещаете Такие полюса В себе Но Это очень симпатично И как-то приятно Вас было и читать И слушать вас Было тоже Очень приятно Я прокомментирую Фрагменты Которые мне Понравились Больше всего Ну и Те, которые Меньше всего Обычно Я так делаю Всякие штуки Говорю хорошие Плохие Чтобы было Как-то Чтобы мнение Мое было Где-то между ними Пять Это которые Про одуванчиков Про одуванчики В шлемах Прозрачно-молочных То есть Такой одуванчик А тут у него Такой шлем Они такие Как в скафандре Такие Как инопланетные Существа Средь комариных Засад Самое красивое Место Словно фужеры С туманом Словно прощальные Дни Почему прощальные Дни Непонятно Но очень Красиво И очень Нравится И вот То что Ох Встрепенулась Крапива Телепортировались Ну в смысле Вот этот Шар Скафандровый Разлетелся На много-много Маленьких Этих Дуванчиков Которые Улетают Как из одного Большого Существа Оказывается Там Сотни Это здорово Я сейчас как-то подумал Что это может быть песня Что что-то есть немножко Может быть Но я честно говоря Не знаю зачем Оно и так Мне кажется Хорошо Бывают стихи Бывают стихи Которые смотришь И прямо их необходимо спеть Это их Скрасит И какую-то славу им создаст Добавит им чего-то А Нет-нет Здесь самодостаточные Мне серьезно кажется Что стихи Игоря Гонха Они вполне самодостаточные Их не нужно спасти музыкой Такого Но можно Если очень хочется Семидесятые Мне очень нравится Рифма Чернее В окне И составная Хотя я не люблю Составные рифмы Но ваша нравится Она красивая И образ В те времена И воздух Был прекрасен Его так много Над землею было Ну до того Как мы научились Бояться настолько Что перестали дышать И прокурили Оставшиеся легкие Воздуха действительно В детстве Было больше Это безусловно И город в мае Как живая люстра Я не вижу Советские лайнеры Межпланетные китиш Но город майский Как живую люстру Я вполне вижу Особенно если Это какой-то город С каштанами Где вот эти свечки Вообще Я честно говоря Не думала Что мне может Попасться стихотворение Такое Про детство И про то Как все было хорошо И чтобы оно мне При этом понравилось Но конкретно Это мне нравится Я не знаю Как было Может быть И не так хорошо Но Для ребенка Всегда все хорошо Понимаете Есть какая-то Определенная Читательская усталость От стихов Про детство И как мы были Счастливы В этом Нежном возрасте Она достаточно Избитая Сама интонация Но не ваша За счет Вот тех образов Которые я показала Ну вы знаете Вот первое Стихотворение Опять Оно В принципе Тоже На довольно Избитую тему Если по сути Я скажу О чем оно По сути По сути Оно о смерти При большой Любви к жизни Ну пока еще Жив Человек Тоже Избитая тема Трудно Как-то Аргументировать Себя Сейчас Но Как будто У стихов О смерти Больше шансов Мне понравится И быть мною Услышанными И распробованными Чем у стихов О том Как было прекрасно В детстве В 70-х Но Вам как-то Удается Июль Июль Пригревает солнце Вот и жужелки Тепло Опущу кусочек Где испорченные сливы Там перуют мушкара Я сначала не поняла И сливы мне казались деревом И я думала А что же с ними Они старые кривые Их жужелка поела И думаю Надо спросить Как-то нехорошо Это слово Потом я поняла Что это сливы Которые начали Огнить И у них там Вот эта мушка Завелась Ну в общем Что-то Это слишком Сложная мысль Для того жанра В котором вы пишете Дача есть у вас Кристальные простоты Дача есть Да Вот куда яблоки Девают и сливы Которые уже Видели горы Когда-нибудь За дачей Они закисляют землю Да Если бы все так За забором дачи Горы Яблоко Горы слив И там вот этой мушке Идешь Солнце светит Вот так И эта мушка Прям столбами Слушайте Ну слушайте Ну пишите Наваленные сливы Тогда Или там Сложенные горою Там выброшенные сливы Ну я понимаю Слово Испорченные Создало у меня Такой конфликт Ты зацепилась я А в целом Вы пишете Предельно просто И это вообще Метод Поэтому вот Очень-очень Мне понравился Кусочек Разве только В свой закут Муравьи Сухую мышку Вдоль оврага Сволокут Он прям Какой-то Ходосевичевский Фрагмент Такой Никого больше Не знаю Кто мог бы Сделать Так здорово Из такого Пустяка Вот И Сверчка Конечно Жалко И стихи Конечно Не про Ну Не про Июль А Ну Нужно было Какое-то название Стихи Ротребуется Да Я первой строчкой Могу Рекомендовать Ну Она тоже Не показательная Ну да Она тоже Не показательная В этом конкретно Сверчок Тоже не показательная Можно просто там Без названия Овечьи носки Овечьи носки Будем так вот С ним Все хорошо Но я не знаю Нужна ли нам Последняя Астрофа То есть Вам конечно Нужно Стихотворение Становится Смешным Парадоксальным Очень Не знаю Возвращает Взгляд Читателя Слушателя К автору Еще более Бытовым Становится Но у меня Есть у меня Такая идея Что может быть Ему достаточно Первых Четырех Что ум не обещает Тогда оно так Будет заканчиваться Что ум не обещает Счастье Что счастье Редко кто найдет А кто найдет По большей части Обычный Бывший идиот А поскольку У нас тут уже Лирический герой Про себя думал Каким же он был Идиотом А потом присоединился Ко всем другим Людям на свете И сказал Что в принципе Не большим Чем все остальные У нас возникает Такая любопытная Антитеза Что человек Который нашел Счастье Прекращает Быть идиотом И становится Немножко умнее Чем был Выходит Из сонмище Идиотов Становится полным Дураком Человек который понял Что он идиот Тоже предстоит им быть Но иначе слова Бывший идиот Не воспринимаются Ну да Естественно Ну в принципе Человек который Нашел Счастье Ему наверное уже Это безразлично Как и время Идиот он или нет В смысле Ну Это В каком смысле Правда Потому что В интеллекте Только горе от ума Нет Интеллект Хорошая вещь Когда Одинок Сколько Скажем так Ну и плохая Но мне кажется Больше хорошая Тогда интереснее жить А когда не одинок То что с ним Не так С интеллектом Что-то интересно стало К тексту не относится Но интересно стало Нет Ну это тоже хорошо Но Мне кажется Не имеет значения А сейчас Оно просто В другой категории Находится Поэтому Здесь интеллект Не то что С ним все так С интеллектом Просто он не имеет Значения В этом В этой ситуации А почему тогда Идиот бывший Ну бывший Потому что Обычно В молодости Ну это банально В молодости Глупее А вот уже Когда прошел Жизненное Даже если он не обрел Счастья Он в принципе Бывший уже Люди Постепенно Умнеют Все таки Тут написано Не так Тут не написано Не тот кто Постарел Тот бывший Идиот Написано А кто найдет По большей части Обычный Бывший Обычный Бывший Идиот Именно те Кто его Обретают Тут так сказано Я полагаюсь На текст Да Ну не надо Цепляться Я понимаю Ну я понимаю Да Я понимаю Нет Все таки Ну скажем так С текста Сказано Как сказано Да Но Лично В принципе Я то имел Ввиду И считаю Что С возрастом Просто приходит Ну да У многих Как-то Когда Молодые Чушь прекрасную Несли Собственно говоря А потом Мы уже Не несем Эту чушь Вот А счастье Счастье Ну оно не делает Умным человек Просто Безразлично И в этом смысле Да Он наверное Тоже бывший По крайней мере Он Безразлично Чужие мнения На этот счет Я не понимаю Но нам Пора Двигаться дальше Единственное Почему Вот последняя Строфа Почему Убрать ее Да Потому что Она смазывает Антитезу Между умными И счастливыми А мне казалось Что это Антитеза Есть Я просто На этом не акцентировал Ну ладно Все Понял Если убрать Она проявится И акцент Появится Если вам Не нужен Этот акцент Тогда конечно Не убирать Был В этом стихотворении Их здесь два Счастливый человек И идиот Это разные состояния Рассказ о счастье И об интеллекте Контрастирует С чешущейся ногой Их просто два В этом стихотворении А не знаю Надо ли Хорошо ли это Почти вся жизнь Вот и прошло Успение Очень нравится Что все утомились К осени И бабочки И растения И бабушки И кошки И абсолютно все Не нравится Колебание Ритма Вы когда их читаете Когда читаете Стихотворение Вы их сглаживаете Голосом Но Но они есть Сливы лежат У помянника Запах ласкает Ноздри Чуточку дымом Тянет Ну вот Сливы лежат У помянника И чуточку дымом Тянет Должны быть Равностопными Одинаковыми строчками Мне по крайней мере Кажется Что должны быть А они нет Причем тут В некоторых строфах Соблюдается ритм В некоторых нет И как-то это Расхолаживает Очень нравятся Какие-то неровности Такие Речевые обороты Разговорные И просторечия Такое Вот в этом Устроят выговор Можно устроить выговор Но если ты бабушка И ты с кошкой Разговариваешь Запросто Слово Неслушное Нравится Мне тоже Очень Какая-то такая В этом есть Большая любовь К этой жизни Что ли Так бы я сказала Ну вот по поводу Нарушения ритма У меня есть стихотворение Ну в принципе Я вижу Как Нарушения ритма Почему-то мне Иногда их Совершенно То есть иногда Я правлю Пока я не закончу Это стихотворение Я в общем Не успокаиваюсь Обычно Как-то вот так А иногда вы слышите И нормально Иногда да Иногда я слышу И нормально То есть Вот есть у меня Стихотворение Одно Которое Меня упрекают Там Постоянно Так Заглубятней Ну Но мне нравится Но я не знаю Почему Я не могу Так сказать То есть Все их сглаживать Сглаживать Мне почему-то Не хочется Вот Доверяйте себе Потому что Их можно сгладить За счет Каких-то Лишних Союзов Или Замены слов И не факт Что эти слова Будут точнее В принципе Я не приверженец Конечно То есть Больше Я как бы Тяготею Не то что тяготею Но это моя натура Просто Вот Традиционная Как бы Вот Сила Ботоника Вот Не только Конечно Эти Ну там Различные Размеры И Пробую Как бы Как называется Размер Когда Через два Ударения Там Одно ударение То есть Трехстопные Трехстопные Да Стяженный По-моему Размер Сейчас не помню То есть Ну В принципе Это как бы Традиция Русского стиха И Здесь я Не пишу Так Как Скажем так Не нарушаю Ритм сильно Предположим Как у Хлебникова Ну нет Конечно Так У него такого нет Хотя Я люблю Хлебникова Но В общем Это Это я у него Не перенимал Точно И если У меня что-то Попадается Ну вот Мне кажется Так Да Хотя Может Я потом Прочитаю Попозже Уже Это стихотворение Буду думать По-другому Кто знает Бывает Я меняю Вот Да через Какое-то время Приходит Я уже То ли я Абстрагируюсь От него Я уже читаю Как не свое И вижу Да О Вот это Вот мне не нравится Я там А давно написали Вот это Вот почти всю жизнь Ну Сейчас Года Четыре назад Ну Может Потом Перечитаете Может Может быть Да Ритмические Штучки Такие Есть Вполне Возможно Да Мне просто Надо это Самому Увидеть Понять Это важно Умение Увидеть свое Как не свое Да Да Оно вообще Во всех сферах Ну что же Игорь Что-то Спросить Добавить Сейчас Самое Время Знаете Здесь Не так Много Вот Последнее Время Да Я вот Использую Слова И в принципе Вот книжечка Которая Книжка Вышла Там Много Слов Здесь Правда Не приветствуется Как бы На грани Слова Абсентно Вот Как бы Выражение Они Ну не матерные Но на грани Не приветствуется Да Да Ну Я в принципе Не о них В основном А Мне нравятся Вообще Просторечные Слова Слова Может быть Заимствованы Из блатного Языка Вот И Чем дальше Вот Я как бы Вставляю Просто Слова Какие-то Там Не глянул А гля А там Зыка Гля Ну это В детстве Там Тоже Когда пишем Там О 70-х Предположим На последнее Время Мне хотелось Даже делать Неологизмы Какие-то Да И разрывать Слова Вот Ну это Уже делается Но Как вы думаете Просто Это пойдет Это можно Будет делать На ваш взгляд Вот Из того Что я Прочитала Сегодня Это единственное Что я У вас читала У меня есть Ощущение Что вам Можно Что вы Достаточно Чувствуете Что вы Делаете И зачем Поэтому Попробуйте Скорее всего Пойдет Это будет Органично Это не Разрушит Гармонию Спасибо 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 Игорь Голохов В программе Турнир поэтов На первом Литературном телевидении А мы сейчас С критиками Елены Пестеровой Подведем Небольшие итоги Сегодняшнего Выпуска Ну что же Подходит К концу Очередной выпуск Турнира поэтов 2022 Уже года И мы сейчас Еленой Пестерой Подведем Небольшие итоги Лен Ну как-то Все-таки Тема семинара Напрашивается Все хотят Побольше Пообщаться Соскучились Просто Перерыв Был большой И соскучились Вот когда Вы разбирали Стихи Елены Толеника Вы Сказали Что Когда Про любовь На самом деле Не про нее Не только про нее Я подумал Что это вообще Такой Ну вид Религиозной поэзии Я вспомнил Суфиев Собственно Который С одной стороны Ты читаешь Это просто Какое-то там Вино Возлюбленный Мой Ночь Там еще что-то На самом деле Философская Религиозная Поэзия А я вспомнила Себя Когда У меня было Лет 20 И я уже Поняла Что прям Тогда мне Точнее так Тогда мне Казалось Что писать Стихи Про любовь Это новетон И не надо Этого делать И надо писать Про что-нибудь Другое Но чтобы Внимательный Читатель догадался Что я просто Про любовь Теперь мне Так не кажется И мне кажется Что и так Сойдет В общем Про любовь Про любовь Что нам бояться Уже Ну интересный ход Интересный Или просто Мне неловко Было Про любовь Или я не знала Как это сделать Так чтобы Это не было Ужасно Ну в общем Оно с двух сторон Ну да Ну да Но в принципе В любом случае Этот путь Как минимум Появляется Два пласта И так сказать Все получается Более объемным Так что в принципе Это мне кажется Правильно Во всяком случае Дело в том Что как большинство Людей В юности Которые пишут стихи Они начинают С той простоты Которую Надо заканчивать Но к ней нужно прийти Конечно Да Вот Так что это Какой-то такой Долгий путь К простоте Из простоты Да Из простоты В простоту Да И вот тоже интересно Как Игорь говорил Что-то свое Увидеть Как не свое Стихотворение И мы сказали Как это прекрасно Какое важное умение И не только В поэзии А вообще в жизни Ну а как А как этого добиться Это очень просто Это вообще Совсем просто Друзья Слушай внимательно Веривайте Вашего самого Любимого поэта Вот самого Хотите Гомера Или кого-нибудь еще Берете ваше стихотворение Любое И подписываете Фамилии Вашего любимого поэта И смотрите Смотрится Или лажа какая-то Ну и в общем Если лажа То переделываем Стихотворение До тех пор Пока не начинает Как-то подходить Одно к другому Ну так Мы тогда сделаем копию Вот этого Не получится Нет Не получится Потому что Это Но похоже Должно быть Не по способу Не по методу А по Силе высказывания И по уровню Мне кажется Нормальный способ Ну интересный Как минимум Это у Борхиза Был рассказ Когда там Меняли авторов Местами И получились Совершенно Перемены автора Там совершенно Там Когда там Опыты Фомы Аквинского Он говорит А представьте Что я написал Джейм Джойс А вообще Все Переворачивается Все переворачивается Мне кажется Можно Что-нибудь Написал Такое Ставишь туда Подпись Мандельштам Думаешь Нет Позорище Убираешь Подпись Мандельштам Исправляешь Текст Пока не перестает Быть стыдно За это Я в свое время Немножко Удивил Леонид Костяков Который сказал Примерно следующее Что если написать Стихотворение Под Мандельштама Пороче стихотворение Под Мандельштама Под Пастернак А если написать Стихотворение Под Акуджаву И оно получится То это просто Получит хорошее Стихотворение И оно не будет Акуджавское Почему-то у него Он так выделил Метод Акуджавы Интересно Интересно Про Акуджаву Интересно Никогда не пыталась И вообще Даже не очень чувствую Наверное Акуджаву Как метод Не смогла бы Написать подобие Но я не имела ввиду Делать подобие Я имела ввиду Именно вот Возникает чувство Неловкости От сочетания текста И чего-то такого Италонного Идеального Или не возникает Но я думаю Что есть много авторов В которых оно будет Возникать всегда Просто по причине Стыдливости И совестливости Этих авторов И склонности К самостыжению Поэтому Ну и совет Который всем дают Когда просто Отложить тексты На какое-то время Не заглядывать в них А потом открыть их То есть Ты уже Когда вот этот Запал Вдохновения Прошел И Ну вот 4 года Говорит назад Написала Все еще Свою родную Все еще Свою родную Боже мой Я восстановила Свою страницу На стихире Я не знаю Зачем я вам это рассказываю Но я ее восстановила Это выяснилось Что перед этим Все стихи я удалила И он теперь предлагает Восстановить из удаленного По названиям Я по названиям Ничего не узнаю Я не в состоянии Вспомнить про что было Стихотворение Некоторые названия Кошмарно пошлые То есть настолько Что я просто Какой-то пятнами Сыпью покрываюсь Думаю Господи Как можно было Так безобразно Назвать Что это за ужас Помолясь Перекрестясь Выдохнув И буквально Приняв 100 грамм Там Ну нажимая На кнопку Восстановить И выясняю Что ресурс ошибся Это вообще Не мое стихотворение Не мой текст Не мое название И зря я сейчас Переживала Так сильно Это Просто ошибка Ну что То есть На стихире Теперь можно Ваши стихи Какие-то старенькие стишечки Я реанимировала Да Юношеские Ну друзья Заходим Находим И читаем Ну что Жилина Спасибо большое Спасибо за этот выпуск Наш турнир поэтов Набирает потихоньку обороты Голосуйте Выбирайте поэтов Заходите к ним на страницы Еще раз Знакомьтесь с их стихами И До встречи На новых турнирах Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин